здравствуйте как у вас что обсуждаете просто вышли да пообщаться понятно нормально я обсуждаю здесь такие политические темы темы новостные темы вот а вот с одним только до тебя говорят что израильец поставляет украине оружие а вы думаете поставляет израиль оружие украине или нет нет я думаю что нет нет не поставляют защитные средства но даже защиты даже защитные средства медикаменты и всякое остальное ну как вы думаете израиль нет это понятно что у израиля свои интересы в сирии но как вы думаете интересы израиля находятся на стороне украины или на стороне россии вот кого израиль должен поддерживать украину или россии в данной ситуации никого не поддерживать не думаю дружат россии потому что что сирия нужно ну сирия израиль может дружить с америкой соединенными штатами там тоже есть интересы как нет серии российского войска и российской войска позволяет понятно а вот какие ракеты летят по израилю когда есть летят ракеты чьи какого производства или когда была шестидневная война или другие войны с израилем да каким оружием воевали страны против израиля чим кто поставлял им оружие серьезно то есть не было советского оружия которым пытались уничтожить израиль вы серьезно так думаете ни одного хизбалла не воюет с автоматами калашников то есть у ирака у сирии нет значит самолетов российского производства танков или когда россия помогает ирина так получается то есть россия то есть россия помогает сирии своим оружием правильно то есть россия помогает сирии своим оружием против израиля при этом израиль закрывает глаза на то что россия делает в украине да вот так вы считаете вы думаете так происходит да интересно а почему нет не понял что ли вся фишка у израиля сирии свои интересы не то что у израиля сирии свои интересы ну а что вот как будет сравнить это минус на минус и плюс дается израиль это страна которая израиль не так вот там подумал израиль каждую неделю попить сирию ну да серии находятся российские войска а российские войска кому помогают что российские войска в сирии такому режиму помогают какому режиму помогают российскими статье какой режим сейчас сирии ну какой то есть асад есть сирии сирии есть башар асад есть сирии до вливание башар асад вливание ловишь на чем-то асад вливание это кто вам сказал что ас вливание ну что действительно не знаете кто такой башар асад вы серьезно понял тогда получается башар асад до находится под защита россии конечно вы перепутали так вот башар асад это тот кого поддерживает россия правильно а башар асад это друг израиля или нет то есть получается что россия поддерживает врага израиля да так получается а израиль за это говорит спасибо россии да интересно у вас логика да серьезно весь мир израиль бомбит 1 россия там находится позволяет им бомбить как бы нет израиль не позволяет и не поставляет оружие чтобы бомбить израиль 1 2 3 ракеты блюда ну давайте так скажем израиль на сегодняшний момент он является частью свободного демократического мира или он находится в связке с россией с ираном сирии или же все-таки израиль это соединенные штаты это великобритания и это весь остальной свободный демократический мир это очень легкий вопрос и на него очень несложно ответить это очень легким а сколько лет вы живете в израиле а вы приехали с такой страны из россии а какое ваше отношение к путину путина надо менять или что-то надо менять а путина не надо менять у каждого свой вопрос я думаю что надо что-то менять а путина спрашиваю надо менять вы боитесь ответить прямо я не понимаю путина я не думаю почему нет вы ответили на вопрос путина не надо менять почему его не надо менять он мне нравится чем чем он нравится при помощи ирана значит и сирии иногда израильские города этим вам нравится а что нет кто ну так путин союзник ирана и сирии а это враги между прочим сирией у израиля до сих пор война не окончена вы знаете это война не хочет израиль находится в состоянии войны сирией а путин поддерживает сирийского диктатора поддерживает иранского диктатора и вообще иран страну которая хочет уничтожения страны страны в которой вы живете вам самому не стыдно что вы говорите вообще интересно а скажите а кто лучше путин или натаньяху как политик нет я вас просто спрашивают про путина и натаньяху я выбрал из двух я понимаю какое ваше отношение к украине и мне не интересно на эту тему быть какое ваше отношение мне не интересны твои вопросы братан если ты не знаешь кто-то ганг кто такой ганг и за кого голосовал мне интересны дальше твои вопросы нет мы же говорим мы говорим другой 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 и закончены провокационные вопросы я ручки чё не любишь евреев как я могу любишь как я не могу не отвечают да или нет да или нет сказал спросил тебя вопрос да или нет чё ты мне это чё ты мне втираешь в уши куда всякую секундочку пусть мои зрители посмотрят еще раз на тебя ребята хочу попросить вас внимательно посмотреть вот это называется израильский вать этот человек человек приехал человек приехал в израиль не догнал цивилизацию такие люди есть во всем мире в соединенных америки где я живу тоже таких есть достаточно секундочку чем они отличаются вот во первых посмотрите они как правило пьяные они как правило будут поддерживать тоталитарные страны и режимы они не понимают причина следственных связей они не понимают что такое сегодняшняя россия и что путин делает первую очередь и для израиля тоже ничего хорошего не делает для израиля эта страна не является другом израиля точно так же как не является другом израиля сирия или иран есть какие-то общие до отношения в геополитике в геополитической мире которые действительно пересекаются то что выгодно странам выгодно израилю выгодно россии выгодно там еще какие-то другим странам да и так далее но то что на сегодняшний момент в израиле друзья это именно демократические свободные страны это не должно не вызывать ни у кого сомнения а у этого человека это сомнение есть даже не сомнения он прекрасно понимает то есть этот человек просто не догнал цивилизацию и не догнал сегодня свободный демократический мир к сожалению сейчас я дам слово еще вам вы можете сказать что-нибудь потому что вы перебиваете постоянно не даете говорить а теперь говорить я вас послушаю а мне ничего сказать ты на мой вопрос и дашь не ответ ты слаб человек и подключаешь зрителей ты не можешь сделать разговор один на один ваши зрители и не можешь сделать разговор на один на один потому что у тебя боясь ты сразу подключил кучу людей и рассказывает что такой плохой человек со мной связался так мы попали и человек очень плохой я тебе говорю что ты очень слаб я извиняюсь конечно за выражение но ты тут потому что ты только за деньги люди которые подписаны ты зарабатываешь на них а ты сам ничего не стоишь вообще ты просто сидишь и говоришь когда ты у тебя кончились все аргументы ты подключил тех людей мои зрители и зал а 3 он плохой человек а я хороший закончили да хорошо я теперь дополню первое зрители нас смотрели с самого начала нашего с вами разговора я никого не подключал я здесь именно нахожусь для того чтобы общаться с людьми слушать я не перебивал я вас не перебивал сейчас опять санкции применю к вам потому что с россиянами может делать только так пришли россияне на то что человек жит в израиле но это типичная россия поведение как он себя ведет никогда не даст закончить фразу потому что ему нужно постоянно говорить и забалкивать так вот зрители будут смотреть это диалог самого начала я никого не подключал потом то есть это происходит самого-самого начала остальное все то что вы то что вы говорите это лишь оправдание потому что когда вы переходите на уже на личности да то есть это уже ваше какое-то оправдание для того чтобы себя оправдать в глазах зрителей но люди понимаете у меня зритель не глупые это очень умные эрудированные люди они способны увидеть понять и услышать и про то проанализировать правильно поэтому они прекрасно понимают с кем я общался и общаюсь сейчас то и понимает что из себя представляет такой человек как вы если вы хотите еще что-то обсудить пожалуйста обсудим если вы хотите просто без остановки говорить и не давай мне оставить слово тогда это не получится давайте сейчас вам сделаю звук громче вы мне скажите вы согласны еще что-то обсудить я тебя речевой понос я вас внимательно сказать нет вы не даете слова сказать так вы будете говорить или нет иначе это просто переключать все друзья и такие есть в израиле к сожалению большому я например мое мнение да что вот эти вот все потомки тех совков они должны быть находиться вот там у своего любимого царя потому что это именно то что ему нравится то что его прельщает то что ему приятно потому что он в израиль приехал никогда цивилизацию недавно не понимать устроена система в израиле он не понимает где находится башар асад он не понимает они понимают кто находится в иране он не понимаешь что сегодня представляет себя россия что она делает россия сегодняшняя до в отношении израиля или других стран свободных демократических стран которые хотят жить развиваться и получать удовольствие от жизни он этого не понимает он этого не хочет потому что этот человек живет совершенно другими понятиями другими принципами жизненными хотя по сути это логика у таких людей зачастую просто отсутствует все я думаю я пообщался правильно мы все обсудили нет а теперь я скажу твоим зрителям можно да слушай только не на 20 минут если буквально две минуты пожалуйста прошу минуту ложат всем здоровья часть вот на этой ноте мы попрощаемся хорошо все заседание вот меня посмотреть в интернете да конечно найдете себя посмотрите будете смотреть до свидания а мог ребята не убавить не прибавить напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу я вам как всегда всем желаю добра любви счастья благополучия понимания скорейшей победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока